Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами изучение книги «Бытие» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 37 главу. Иаков жил в земле странственнее, отца своего в земле ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф в 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валы и сыновьями Зельфы, жен отца своего. И доводил Иосиф в худые они слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сыном старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Мы помним, что у Иакова долго не было ребенка и детей от любимой Рахили, за которой он служил долгое время. И Иосиф, который родился у него, был им любим. Но, как видно из этих стихов, что другие сыновья, Валы и Зельфы, жен отца своего, они возненавидели Иосифа за то, что он любил его больше других. Как сказано, Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Увидели братья то и возненавидели. Священное Писание дается нам для понимания, для наставления, для обречения в жизни. И здесь мы видим очень важное такое замечание, которое дает совет в наших семейных отношениях. Необходимо к детям относиться все-таки одинаково, насколько это возможно. Но, тем не менее, в наших семьях бывает так, что одних мы, бывает, что кого-то любим больше, кого-то немножко поменьше. Ну, нельзя так сказать, что прямо так уж разделяем. Но иногда такое встречается в семьях. На кого-то больше похож, и вот его родственники любят больше. И какой-то он покладистый вроде, кажется. Так вот, так происходило в этой семье. Это такая подсказка в большой семье для того, чтобы не воздавать почести одному, дабы не вызвать ненависти по отношению к нему у других детей. И интересное здесь указание в третьем стихе, что сделал Израиль ему разноцветную одежду. Некоторые отцы церкви, например, Александрийской школы, олигдарическое истолкование, видят здесь в разноцветных одеждах церкви, это добродетели церкви. То есть, разные степени, так скажем, что ли, благодати. Потому как Иосиф здесь представляется как прообраз Бога, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, а Иаков как прообраз отца. Так же Иосиф, как и прообраз церкви. И видел Иосиф сон, пятый стих, рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше. Почему же? Что за сон? Он сказал им, слушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и встал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Видим. Несколько раз повторяется в Священном Писании, возненавидели, возненавидели, возненавидели. Что значит вы не зненавидели? То есть само слово говорит о том, что не хотели его видеть. Возненавидели. Почему? Какая причина? Они ему уже сказали ниже. Потому что Иаков любил его больше всех. Еще другая причина. Теперь он им рассказывает сны, что в этих снах, что он будет младше якобы командовать старшими. Ну, кому старшим? Спросите многодетных семей. Что там младшие получают? Ну, чаще всего тычки и подзатыльники. А тут вдруг младший, 17 лет, в юношу такой, и говорит, что я видел такой сон, что вы поклонились мне. Не понравилось. Но Иосиф это говорит по своему простодушию. Действительно, Иосиф, как называется в Священном Писании, Иосиф прекрасный. Он был человек не только прекрасным, как говорят об этом свидетели Анзлатоуст, подчеркивает, не только прекрасным видом, но и просто душой. То есть прекрасен душой. Увидел он еще другой сон, рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, одиннадцать звезд поклонились мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя и твои братья придем поклонимся тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец заметил это слово. Видим, что сказано, что отец его побронил. Но не сказано, что как-то запретил ему об этом говорить. Потому что Иаков, как Израиль, будучи мудрым патриархом, он видел, что все сны, которые рассказывает Иосиф, они от Бога. Поэтому одиннадцатый стих так и подчеркивает, хотя и побронил, но одиннадцатый стих, смотрите, а отец его заметил это слово. То есть, как бы, помните, в Новом Завете, когда ангел явился, архангел явился Богородице, то, помните, как сказано, она слагала все слова в сердце своем. Так и здесь сказано, что эти тайны, которые слышал Иаков от Иосифа, он как бы сберегал в сердце своем. Заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу братьям своим. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. Вот интересное. Тоже стих мы видим послушание Иосифа. Он начинает рассуждать, а почему я? А зачем мне идти? Да страшно в пустынь, там, одному. Как часто бывают дети, когда их посылают в магазин. А почему я? А почему не он? Или какие-то... Очень важно здесь, когда мы рассматриваем эти тексты, видеть все эти взаимоотношения внутри семьи ветхозаветных, ветхозаветных всех этих повествований. Почему так? Потому что сегодня много разных рекомендаций, которые нам предлагают различные люди, психологи о том, как правильно выстроить семейные отношения. Я вам скажу, надо читать внимательно тексты Священного Писания. Эти древние тексты очень много дадут нам не только подсказок, но и в разумлении. Как сказано, все Писание Бога духовновенно и полезно для вразумления, размышления. Итак, мы читаем далее. Мы видим, что вот эту готовность, вот я, вот это словосочетание, оно не зря здесь встречается. Он не говорит, что хорошо пойду. Он говорит, вот я. Это словосочетание говорит о полной готовности служить и подчиняться Отцу своему и Богу. Так призывался, например, пророк Самуил. Помните, когда ему Господь говорил, кто пойдет, кого послать мне, пророк Еремия, вот я, пошли меня. Вот это вот словосочетание, вот я, это полная готовность служить без всякой оговорки. И вот он говорит, вот я. Израиль сказал ему, пойди посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его, тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. Очень важно, 17 лет, юноша, идет по пустыне, молодой человек, ему встречается некто, и говорит о том, смотрите, не спрашивает, кого, а чего. Почему никого, а почему чего? Потому что люди часто не ищут, да, других людей. Они ищут, если ищут людей, то что-то ищут от людей, какой-то выгоды. Поэтому он спрашивает у него, чего ищешь? На что отвечает Иосиф? Он отвечает, ничего, а кого. Господь сегодня и у нас как бы спрашивает, а кого ищешь ты? Или чего ищешь ты, православный христианин? Стижание благодати Святого Духа? Братьев? Ищешь ли ты братьев своих? Ищешь ли ты сестер своих? Кого ищет сегодня православный молодой человек? Можно спросить у православного молодого человека, а где твои братья, а где твои сестра, когда ты находишься сам в воскресный день в храме, на божественной литургии? А почему их нет рядом с тобой? И не дай Бог будет ответ не Иосифа, который сказал о том, я ищу братьев моих, а ответ Каина. Помните, Господь задавал вопрос Каину, где брат твой? Что ответил Каин? Что я сторож, что ли, брату своему? Каждый ответит за себя. Не дай Бог, чтобы в наших устах и в наших сердцах прозвучал этот ответ человека-убийцы. Я не сторож брату своему, это его личное дело, быть в храме или нет. Мы ответственны друг за друга. Мы ответственны за наших братьев и сестер, за наших родных. Апостол Павел однажды в ревности по своим собратьям воскликнул так. Я готов быть сам отлученным от Христа ради братьев моих по плоти. Не во Христе, а по плоти. То есть ради моих родных, близких. А кто были братья и сестры его по плоти? Иудеи. Да, он сам о себе говорил, я из колена Вениаминова, иудеи из иудеев, из колена Вениаминова. Поэтому, чтобы привести своих братьев ко Христу, иудеев, он сам готов был отлученным от Христа, сам пожертвовать делом своего спасения. Такая ревность была. Поэтому здесь и спрашивает, чего ты ищешь. Он сказал, я ищу братьев. Ищем ли мы братьев моих? Далее спрашивает, скажи, где они пасут. А в церкви говорят о том, кто был этот, который встретился ему. Многие сходятся в таком согласии отцов, что это был ангел, которому он встречался по дороге. И сказал ему, они ушли отсюда, и слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. Само слово Дафан переводится, как место оставления, то есть место оставленности. Дафан. Вот что об этом пишет, например, Абрусим Диоланский. Цитата. И нашел Иосиф, как будет далее сказано, пошел, нашел братьев своих, в Дафане, что означает оставление. Ибо где же находится тот, кто оставил Бога, как не оставление? Неудивительно, если в оставлении пребывают те, кто не слушал говорящего. Придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я успокою вас. Мы помним с вами, что Иосиф – это прообраз Христа. Все, что мы видим в Ветхом Завете, это все образы, как пишет об этом апостол Павел, посланник евреям, данные нам. Образы, которые есть, и которые во всей полноте воплотились в Завете Нового. Итак, «И увидели они его издали, братья, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот до чего доводит ненависть. Помните, было три раза сказано «возненавидели, возненавидели, возненавидели». Ненависть приводит к заговору, заговор о убийстве брата своего. За что? Только за то, что отец любил его больше, нежели их. Только за то, что они слышали его пророческие сны. «Как ненавидели меня, как сказано в Евангелии, так возненавидели вас», говорит Господь. Сказали «убьем его». И сказали друг другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь убьем его. «И бросим его в какой-нибудь ров». То есть, это уже такое преступление, подготовленное, преднамеренное, как бы сказали юристы. «Убьем, бросим в ров». Все, они уже распланировали. «И скажем, что хищный зверь съел его». Видите? А теперь нужно оправдание своего греха. Потому что они знают, что надо дать отчет перед кем? Перед Иаковом. Иаков – это прообраз кого? Прообраз Бога Отца. Это еще и прообраз того, что все мы за свои преступления дадим ответ Богу на страшном суде. И они здесь стараются обмануть. Как бы им это удастся, кстати, как мы увидим из дальнейшего. Но, если им удалось обмануть Иакова, то надо помнить, что Бог – он всеведущий, всемогущий, всезнающий, что нам не удастся обмануть Бога. Невозможно скрыть от него своих преступлений. «И услышал сие Рувим, Рувим старший, и избавил его от руки их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от руки их и возвратить его к отцу его». Рувим не хотел преумножать свой грех. У него уже был один грех, о котором мы с вами читали. Теперь он не хотел его преумножать, поэтому он еще и был и старший, поэтому он знал, что отвечать в первую очередь вызвало. И с другой стороны, ну что толку убить? Рувим здесь еще хочет как бы извлечь выгоду. Ну убили, убили, а это вот выгода, да, продать. «И взяли его, бросили в ров, тот ров, который был пуст, и сели они есть хлеб». Да, о продаже речь будет немножко ниже. Взглянув, увидел, вот идет из Галаада караван измалитян, и рублюда их несут, стираксу, бальзамы, ладаны, идут они отвезти его в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем, теперь Иуда, вот да, чуть опередил событие, Иуда делает это предложение, что польза, говорит, мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измалитянам, а руки наши, руки наши, да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья вы послушались. Смотрите, здесь называется «позаботился волк об овце». Он вспомнил, что он брат наш, плоть наша. Зачем убивать, пойдемте, продадим. Нечто подобное мы можем встретить с вами в Евангелии от Марка «Предательство Христа Спасителя» в 14 главе 44 стихе. Смотрите, здесь Иуда, когда предает Христа, очень похожие слова, которые произносит здесь Иуда, сын Иакова. 44 стих. «Предавший же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». Куда ведите осторожно? На смерть. Что вести толк осторожно, если человека все равно убьют? И здесь, видите, как он говорит, Иуда, сын Иакова, зачем убивать, ведь он брат, наш, плоть наша. Такое лукавое, мерзкое издевательство, такое лицемерие. И когда проходили купцы медиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измолитянам за 20 сребреников, они отвели Иосифа в Египет. Рубин же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве, и раздрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал, «Отрока нет, а я куда денусь?» «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымазали одежду кровью, и послали разоцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего это одежда или нет?» И узнав ее, он сказал, «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно растерзал его Иосифа, и разодрал Иаков одежды свои, и положил в ретище на чресло свои, и оплакивал сына своего многие дни, и собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал, «С печалью сойду я к отцу моему преисподнюю», так оплакивал его отец. Мадентяне же продали его в Египет Патифару, средворцу фараонову, начальнику телохранителей. Вот такая история. Они стараются скрыть теперь следы своего преступления. Измазали одежды его в крови животного, в крови козла. Многие церкви здесь видят прообраз тот, который мы находим в Евангелии. И об одежде моей бросали жребий и разодрали хитон Христов, и вымазан был он весь в крови. Здесь они видят одежды Христа, которые являются прообразом и изложены, и они говорятся здесь в одеждах Иосифа, которые были принесены Иакову. как свидетельство того, что якобы хищный дверь разодрал Иосифа. Смотрите еще одно лицемерие, которое здесь встречается среди братьев. Сказано, что собрались все, сел Иаков и начал плакать, и они собрались и тоже сели и начали плакать. О чем они плачут? Они знают, что Иосиф не умер. Они знают, что это преступление, которое они совершили, они его продали, но не убили. Но тем не менее они садятся рядом с своим отцом и плачут, как будто его убили. Как будто его растерзал хищный зверь. Такое страшное лицемерие. Но, как мы читаем с вами у апостола Павла, любящим Бога все содействует к благу. Иосиф не был умершлен. Иосиф был продан Патифару, телохранителю в Египте, телохранителю фараона, и мы увидим, что действительно, что любящим Бога все содействует ко благу. Что Иосифа Господь спасает чудным образом. Снова и снова повторю. Ветхий Завет, это детоводитель ко Христу. Все образы, которые есть здесь, образ Иакова, Бога Отца, образ Иосифа, он подготавливал, как бы, как Бога Сына, подготавливал Бога Человечества к восприятию Христа. Но, к сожалению, произошло то, что произошло с Богом избранным народом, пришел к своим, как сказано, но свои его не приняли. Но не все, некоторые приняли, 12 учеников, другие иудеи, и до сего дня многие люди обращаются ко Христу, веруют во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Поэтому, все, что мы с вами читаем снова-снова повторю в Ветхом Завете, есть прообразы, которые во всей полноте осуществились и исполнились на Господе Иисусе Христе и на Его Святой Православной Церкви. Продолжение следует...